Здравствуйте! В эфире Город Эсс и Татьяна Дмитриева. Какие возможности есть у инвалидов для устройства на работу, проведения досуга и создания семьи? В нашей студии председатель городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов Инна Баррель. Ваши вопросы задавайте по телефону 211-202-1122. Звоните. Здравствуйте, Инна Павловна. Добрый день. Расскажите, мы с вами давно не виделись, как вы проводили прошлый год и как встретили наступивший год. Ну, Новый год, вы знаете, мы проводили достойно. Впервые благодаря нашему департаменту культуры мы принимали Деда Мороза из Великого Устюга, который общался с нашими детками. То есть уникальное мероприятие. Оно уникально было еще и тем, что каждый ребенок мог сфотографироваться с Дедом Морозом и после окончания спектакля получить фотографию. Вот я покажу две фотографии, которые у нас детки получали 22 декабря у нас в городе. И следующую можно. Да, и следующая. Вот такая вот фотография. Может, кто-то из ребят увидит себя на этой фотографии. Здесь Дед Мороз. Наш Дед Мороз из Великого Устюга, Российской. Да, а вот на вас он лично произвел впечатление. Действительно, это такая фигура. Да, да. Я подержала за посох, загадала желание. Так что все как у взрослых. И вы знаете, вот, то есть ребенок, получив такую фотографию, остается у него в памяти, что вот такая сказка пришла к нему в его жизнь. Я считаю, что мы сделали вот такое великое дело. Спасибо большое нашему департаменту. Спасибо всем, кто принимал участие в организации. И нашему театру Самарской площади. Да он у вас с вами уже традиционно сотрудничает. Да. А с наступлением Нового года в ваших рабочих планах появилось что-то новое? Вот как вы будете строить работу в этом году? На что опираться, на кого и на что? И акценты какие? Вот вы знаете, я вам что хочу сказать. В конце года, в принципе, мы подвели итог. И мы поняли, что человек кует свое счастье собственными руками. То есть под лежачий камень вода не течет, это точно. То есть для того, чтобы достойно существовать в обществе, надо работать. Работать можно по-всякому, конечно, но желательно работать с душой. И у нас в прошлом году, у нас в конце прошлого года мы провели такие мероприятия, которых еще не было. Вообще? Да. У нас был День Героя. Вы знаете, мы встречались с Ашпаковой, Леной Васильевной. Это был уникальный день, когда мы встретились с нашей сладкой женщиной. Да, можно пояснить, что это. Да, это наша шоколадная фабрика, это человек, который создавал эту шоколадную фабрику. Она много интересного рассказала. И в зале сидели люди, которые еще помнят вкус того шоколада. Да, к сожалению, он изменился сегодня. Да, но я вам хочу сказать, вкус шоколада изменился, но отношение нашей шоколадной фабрики к нашим проблемам не изменилось. То есть поддерживают нас, помогают нам, это очень хорошо, это очень здорово. Вот, и вот такая вот уникальная встреча, вы понимаете, людям доставила такое удовольствие. Елена Васильевна, она и пела вместе с нами, она там, вы не представляете, так здорово. Нужно сказать, что совсем скоро, в марте, ей исполнится 90 лет. 90 лет, да, 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 в марте вместе будет 90 лет, но не скажешь. Вы не представляете, это человек, которому энергия бьет ключом. Не взирая ни на инвалидность, ни на возраст, ни на проблемы. И тем более вот людям, которые теряют уверенность какую-то в себе, да, вот становясь инвалидами, общение с такими людьми, которые так много достигли, которые идут напрямик, напролом всю свою жизнь, да, и сейчас вот в таком возрасте еще демонстрируют все свои качества. Книга интересная, вы не представляете, я читаю ее книгу, я получаю такое удовольствие, что я вспоминаю свое детство. То есть все, что было, вот даже я вспоминаю детство. Но в любом случае я вам хочу сказать, что-то новое мы стараемся всегда внести в свою работу. Вышла книга, вышла книга авторов инвалидов, десятая книга авторов инвалидов. И уже собираемся объявить конкурс на следующую книгу, книгу, уже посвященную 70-летию Победы. Вот это интересно, знаете, что где эта книга может найти своего читателя? Потому что понятно, что люди пишут, стараются, реализуют свои творческие способности, да, и если она выпущена таким небольшим тиражом, и непонятно где, кто ее вообще прочитает, вот как все это выглядит? Во-первых, мы обязательно отдаем фонд, российский фонд. В Москву уходит, да, определенное количество экземпляров. Мы стараемся в каждую библиотеку отдать по книжке. По многу нет, но по книге, чтобы люди знали. Все, кто придут на презентацию книги, обязательно унесут с собой эту книгу. Авторы обязательно получат энное количество экземпляров. То есть мы распространяем не только тот, кто написал, но и тот, кто прочитает. Это очень важно. И мне очень нравится, вот мы работаем вместе с нашим театром Самарской площади. Мы проводили мероприятие, на котором читали стихи авторов инвалидов, читали профессионалы. Вы знаете, это здорово. Конечно, еще одна находка – поручить чтение вот этих стихов профессионалам, ведь они же по-другому зазвучат абсолютно. И люди, когда слышат свои стихи в исполнении профессионалов, по-другому даже начинают их воспринимать. То есть вот такой мы сделали с нашим театром Самарская площадь. И, в общем-то, план работы на следующий год очень большой. Скоро 14 февраля, День влюбленных. Потом будет Масленица, в этом году очень ранняя Масленица, очень ранняя Пасха. То есть все эти мероприятия мы готовим. Завтра у нас состоится заседание общественного совета, на котором мы уже будем рассматривать вот эти вот все вопросы. И я одно могу сказать, понимаете, в любом случае, планируя работу на будущий год, мы стараемся учесть и те изменения, которые произошли у нас в городе. Да, в частности, вот у нас изменения с мэрами, да? Да, да. Так как ваше общество при главе города, как вы будете строить работу опять же? Ну, здесь, конечно, при главе и при главе администрации это еще как-то будет утрясаться, я не могу сказать, как. Но в любом случае совет работает, будет работать. И у нас вот на завтрашнем совете будет много сложных вопросов, которых надо будет решать именно на высоком уровне. Поэтому решением совета мы уже будем обращаться и к главе, и к главе администрации города о том, чтобы помочь нам вот в решении этих вопросов. То есть завтра один из вопросов. Вы сказали, что вопросов много, проблемных. А можно сказать, какие направления? По каким направлениям вы работаете? Ну, во-первых, реабилитация инвалидов, это у нас есть помещение, которое принадлежит муниципалитету, и мы хотим все-таки рассмотреть возможность реабилитировать там не только инвалидов, а восстанавливаться людям, которые не получили инвалидность, но получили или травму, или что-то произошло у человека. Да, реабилитацию. Да, такую реабилитацию. И чтобы его подготовить к жизни в нашем обществе. То есть вот такое. И у нас, значит, еще очень сложная проблема на пятой просеке была база отдыха Всероссийского общества слепых. Они содержать не смогли. Этот кусок земли с домиками вернули администрации. Но пока завис вопрос, как мы будем освоивать это. Поэтому нам нужно встречаться вот с представителями администрации нашего города и решать эти вопросы. Это одни из немногих вопросов, которые стоят перед нашим Советом. А вообще, вот финансирование вашей деятельности происходит благодаря реализации программ целевых городских, да, или нет? Потому что как-то вот непонятно, общественная организация как вот, потому что без финансов, ну куда? Без финансов никуда. Да, это все понимают. Да, в рамках программы есть финансирование субсидий общественным организациям. Есть гранты, которые город представляет и в департаменте образов... ой, здравоох... Ой, сейчас минуточку. В департамент культуры, департамент спорта, департамент административной реформы. То есть эти департаменты дают гранты. А разрабатывают кто вот эти гранты? А разрабатывают, да. Представители наших организаций в прошлом году у нас грант выиграла в департаменте спорта наша советская районная организация. То есть прошла на базе нашего муниципального учреждения санаторий Волжанка. То есть мы завязаны и муниципальные учреждения, вот как театр, как Волжанка, и общественные организации, и инвалиды городского округа Самара. Я в прошлом году в новое такое вот направление взяла. Мы теперь приглашаем не только из общественных организаций инвалидов на мероприятия, но и инвалидов из национальных центров. То есть там же тоже такие есть люди, для которых это была новинка, что такие мероприятия проводятся. То есть вот тоже новинка прошлого года. Поэтому мы работаем в разных направлениях, но не всегда получается, конечно. Поэтому нужна поддержка не только муниципальная, не только финансы из наших программ, но мы и привлекаем очень много спонсоров. Вот я бы не сумела в этом году со своей организацией провести столько елок, столько детей посетить на дому, если бы не поддержка. Наша общественная палата, спасибо Владимиру Ивановичу Золотареву. Наша шоколадная фабрика. Газбанк. У нас очень хорошие есть новые предприятия, объединенные кондитеры. Они нам помогли с подарками. То есть, понимаете, мы охватили, у нас в городе Самаре приживает около 3300 детей инвалидов до 18 лет. И около 1100 инвалидов мы охватили вот новогодними мероприятиями. Что интересно, когда приходят домой, понимаете, ну не все родители хотят поговорить о своем ребенке, но все равно они его любят. И вот когда мама причешется, улыбнется, к ней пришел Дед Мороз и Снегурочка, вы понимаете, уже другая атмосфера в доме. То есть мы, если ребенок там может быть где-то и не понимает, кто это, но мама-то понимает, и для мамы это тоже праздник. То есть мы делаем, вот посетив на дому таких деток сложных, мы делаем праздник не только для ребенка, но и для его родителей. Понятно. А вот если говорить не о праздниках, а о буднях, все-таки вот все-таки очень важно посетить инвалида на дому, потому что он не всегда может выйти. Ну это да. Это любые моменты, истрижка, ну чего только нет. Там, ну я не знаю, даже тот же зубной врач, ну не знаю, вот как, вот существуют социальные какие-то службы, которые обслуживают инвалидов на дому. И вот они расширяются, перечень этот услуг, или наоборот как-то вот все хуже и хуже с этим делом? Вы знаете, давайте так, я вам четко сейчас ничего не могу сказать, расширяется или нет, потому что такой вопрос будет стоять в пятницу на заседании общественного совета при Самарской губернской думе, там как раз один из вопросов, эти услуги. Но услуги осуществляет ЦСО, это у нас в каждом районе есть центр социального обслуживания, у них есть перечень услуг, стоимость этих услуг. И люди, которые эти услуги оформляют, то есть исполняют. Но у нас вот есть еще дворец ветеранов наш любимый, вот очень люблю я это учреждение, этого директора, этих людей, которые работают в этом дворце ветеранов. Стрижка там бесплатная, каждую неделю, в определенные дни, у них время, стригут хорошо, качественно, так что... Но к ним нужно идти. К ним надо идти, да. Но вот это есть. Я знаю, что в Советском районе было лечение на дому, то есть зубная поликлиника выезжала на дому. Но больше я вот не могу вам сказать, но вот эта вот информация у меня есть. Да, потому что сейчас активно волонтеры подключаются вот к таким... Сложным работам, да. Да, может быть, вот тоже одно из направлений, как общественников каких-то привлечь. Потому что очень важно. Вот вы сказали, что вот мама причешется и совершенно другая атмосфера. Конечно, человек, когда вот не может не постричься, и непрофессионал его тоже пострижет, наверное, тоже это другая картинка, нежели профессионал сделает какое-то свое дело. Да, и цена, конечно, стрижки тоже имеет значение в любом случае. Но я вам хочу сказать, когда приходишь домой и приносишь добро, оно возвращается, строится. Так что чем больше делаешь добра, тем больше получаешь ответ. Да, это такая истина есть. Хотелось бы, чтобы люди тоже ее усваивали. Но не всегда это получается. К нам недавно приходила в студию женщина, которая организовала общественную работу по работе с бездомными, бомжами. И у них совершенно другая ситуация. Вот мы с ней пришли к выводу, что отношение к бомжам не меняется. Потому что нет вот такой компании, пиар-акции такой, которая вот говорила о них, меняла отношение людей к этим вот бездомным людям. А у вас, как мне кажется, все равно отношение к инвалидам меняется. Потому что большая общественная работа, и люди поворачиваются, и совершенно по-другому реагируют уже. Признают инвалидов, видят, что они существуют, и стремятся даже как-то помогать. Вот в этом отношении как вы дальше будете действовать? Потому что останавливаться, конечно, нельзя. Нужно разворачивать все дальше людей в свою сторону. Понимаете, в чем дело? Для того, чтобы изменить отношение к инвалидам, во-первых, инвалид должен измениться сам. Он должен знать, что он хочет, как он может жить в этом обществе, и что он хочет от общения с обществом. Но самая сложная задача – это изменить видение вопроса самого общества. Ведь люди очень жестокие, а дети особенно. И если мы можем внедрить, ну как внедрить, то есть ребенок будет учиться в обычной школе с обычными детьми, и сумеем этих детей повернуть лицом к этому ребенку, мы сделаем очень много. И когда-то это удается, когда-то это не удается. Но в любом случае двигается, но с трудом. А сегодня в Самаре две школы, по-моему, оборудованные, специализированные. Доступные. Нет, минуточку. Специализированные школы – это специализированные школы. А это школы, в которых доступная среда для любого ребенка. Да, у нас две школы. Но с одной стороны, вы знаете, может быть, этого достаточно. А с другой стороны, может быть, этого недостаточно. То есть мы сами не знаем иногда, что мы хотим. Вот иногда мама очень хочет, чтобы ребенок учился в обычной школе. А когда на практике приходит ребенок, и понимаем, что… То здесь уже совсем другое отношение. Поэтому, чтобы, например, школы были доступны, надо их уже строить такие. Изначально. А не подстраивать потом, и разбивать этажи, и делать лифты, или что-то еще подъемники. Да, да. И самое главное, это нерентабельно иногда. Ну, это лично мое мнение. И иногда в этом нет необходимости. Понимаете? Школы все равно у нас более-менее… Но претендент должен быть. Должны люди попробовать, дети попробовать, понять, надо кому, не нужно, получится, не получится. Да, с вами я полностью согласна. Вот вы сказали, что не только общество должно определиться своим отношением к инвалидам, но и сами инвалиды. И вот, вы знаете, меня всегда как-то вот, когда говорят об инвалидах, почему-то сразу затрагивают проблему иждивенчества. И я хочу вот разобраться. Это потому, что инвалиды не хотят работать, действительно, они опускают руки, и им так хорошо вот на пособие жить. Или они не могут пробиться, трудоустроиться, где-то принести какую-то пользу. Вот как здесь разобраться? Какие есть возможности инвалидов устроиться на работу? Кто их вообще ждет, принимает и устраиваясь на работу? Они потом вообще что-то получают? Ну, как-то вот я не знаю. Ну, вы понимаете, вообще сейчас, на сегодняшний момент, изменилось отношение к трудоустроенству инвалидов. То есть те инвалиды, которым уже за определенное количество лет, они уже привыкли к своему иждивенчеству. И придя в нашу общественную организацию, они все первый вопрос задают. Что вы мне дадите? Понимаете? Но это старая советская, приученная уже категория людей к этому вопросу. А вот на сегодняшний момент молодежь, я знаю много ребят, которые учатся в высшем учебном заведении, хорошо учатся, но гарантии того, что они достойно устроятся, нет. Мы уже с вами говорили об этом, что моя мечта, чтобы такой ребенок, который закончит высшее учебное заведение, я не говорю, что лишь бы он его закончил, а закончил достойно, у него было гарантированное место работы. Понимаете? Вот в старое советское время было такое, помните, вы заканчивали высшее учебное заведение, и уже знали, что вас ждут в определенном месте, и три года хочешь, не хочешь, а вы должны отработать. Вот. Сейчас такого, конечно, нет, но я думаю, что для инвалидов все-таки во всех этих высших учебных заведениях, вот у них последних два года уже они должны быть где-то трудоустроены. То есть уже работодатели должны выходить в учреждения, знать в свои будущие кадры. Ну, на уровне законодательства пока такого, конечно, нет. Нет, нет, нет. Это вот только вот такие мечты, которые... А можно же это как-то вот инициировать и провести? Мы это иницируем, да. Конечно, мы этим занимаемся. Да. И вот еще одна такая тоже проблема, как мне кажется, ведь очень важна семья. А когда у человека инвалидность, ему гораздо сложнее, наверное, ее создать. Вот где-то... Вы можете такие создать условия со своей стороны, вот ваша организация или как-то сотрудники, которые могут способствовать знакомству, общению и созданию семьи? Потому что это вот на самом деле очень важно. У нас Десница, например, занимается тем, что устраивает вот мероприятия для молодых инвалидов и создаются семьи, да? У нас есть Кировская районная организация инвалидов, которая также проводит вот такие мероприятия для молодежи. И тоже там пары уже, там уже общение, там уже... Ко мне приходила представительница какой-то фирмы. Вот я готова там заниматься службой знакомств для инвалидов. Вы знаете, мне вот человек почему-то не вызвал доверия. И я не пошла на это. А вообще у нас еще выходит газета «Надежда». Это всероссийская газета, в которой тоже есть столбик, в котором есть служба знакомств. Но в городе вот такого вот что-то более фундаментального я не знаю. Да, потому что интернет интернетом. Сегодня все говорят, сегодня все знакомятся через интернет. Но вот мне кажется, что если инвалид будет писать, ему все равно потом будет нужно раскрывать карты. Да, да. И не всегда это сложится. Травма вообще может быть у человека. Я с вами согласна. А вообще вот... Ну, в любом случае, понимаете, в чем дело? Ну, как бы там ни было. Все равно каждая половинка найдет вторую половинку. Если она существует в мире. Инвалид, неинвалид. Все равно судьба она сведет. Да, ну, у вас такой философский уже подход. Не, ну, я просто уже убедилась в этом. Если суждено, то этого никуда не денешься. И вот когда мы сравниваем ситуацию, мы сейчас вот сказали уже, что все-таки отношение к инвалидам меняется. Это факт. Это вот мы не хотим сказать, что там так у нас все хорошо. Но если сравнивать ситуацию все-таки отношения к инвалидам у нас и, допустим, в других странах, не всегда наша страна будет в хорошем таком свете. И вот в связи с этим я хотела бы у вас узнать, какой опыт вам хотелось бы перенять и какие планы вы строите вот на дальнейшее все-таки. Потому что понятно, сколько сил нужно приложить, чтобы пробить вот эту стену. Тем более, что вот в наше время, которое сегодня экономически складывается не самым лучшим образом, да? Ну, очень сложный вопрос. Вы понимаете, в чем дело? Если за границей инвалид — это не изживенчество, там пытаются даже самых сложных устроить, опекают для того, чтобы человек себя реализовал, то у нас это как-то не очень пока получается. Есть изменения, есть подвижки какие-то положительные, но это очень тяжело. Нам нужно изменить само общество, понимаете? Но все-таки общество меняется. Если раньше у нас был разговор о том, что инвалиду предлагают — это уборщик, это дворник, это грузчик, это... Теперь мы уже говорим и о компьютерной работе, мы говорим о ювелирной работе, мы говорим о творчестве, которое, в общем-то, надо развивать и реализовывать. Мы говорим о ребятах, которые пишут, ну, не ребятах, а о людях, которые пишут стихи, пишут произведения. То есть фотографии делают очень хорошие, картины пишут. И вот здесь вы говорите как раз о реализации личности, что самое важное в жизни человека — реализовать себя. Показать, реализовать и чувствовать себя достойным членом нашего общества. Да. Вот вы... У вас такая оговорка хорошая, наша организация. Я как раз хотела спросить у вас. Вот, допустим, такая ситуация, в которой может оказаться каждый. Человек становится инвалидом. Какие должны быть его первые шаги, ну, может, даже не его, а родственников? Куда ему обращаться за помощью? В какие социальные службы и в вашу организацию? В какой момент? Ему как-то вступать, говорить о себе, заявлять? Вот как все это выглядит? Ну, всю жизнь у нас, вот сколько я себя помню, у нас заявительные формы. Поэтому первое, что нужно сделать, вот человек получил инвалидность. Ну, во-первых, это сразу идти в пенсионный фонд, оформлять, чтобы была пенсия с этого дня, все-все-все. Потому что заявили сегодня, сегодняшний день начинают считать пенсию. Следующий шаг, это надо обязательно сходить в наше управление соцзащиты. По месту жительства этот человек или его представитель должен пойти в управление соцзащиты и узнать, что положено этому человеку. Потому что в зависимости от группы, в зависимости от положения, все такое прочее. Потом в обязательном порядке, если человек нуждается в помощи, то есть в работе социальной службы, ему нужно сходить в ЦСО. А если человек мобилен, если человек творческий, если человек хочет что-то в жизни немножечко изменить, он должен прийти в районную общественную организацию инвалидов. В каждом районе города у нас есть общественная организация. А это при администрации города? Нет, 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 ни в коем случае. Это чисто общественная организация. В каждом районе чисто общественная организация. И желательно, чтобы эти люди туда пришли. Для колесочников я советую сразу обращаться в Десницу. Это у них все-таки направление такое. И они уже знают, как с такими людьми. Юридическая помощь тоже у нас теперь бесплатная оказывается. Юридическая помощь оказывает у нас в Дворце ветеранов для инвалидов и ветеранов бесплатно. То есть все это реально. Самое главное не пускать руки. Это самое главное. И так что удачи. Вопрос поступил к нам от Яровой Татьяны Геннадьевны. Почему так сократили компенсации по ИПР? Почему нам придумали новые правила покупки обуви? Нам нужно взрослого ребенка нести к ортопеду. Когда компенсации по реабилитационным средствам перестали выплачивать. Общество не воспринимает ребенка-инвалида. И мы не можем ему даже машину припарковать. А к кому обратиться и кто займется этим вопросом, мы не знаем. Почему так же нам не отдают положенное количество памперсов с 2014 года? Мы ждем решения Министерства здравоохранения. И можно ли как-то к вам попасть на прием лично? Вы понимаете, в чем дело. На прием попасть... Да, вопросов очень много. Но в любом случае, все вопросы, которые вы задали, это все надо обращаться в Министерство социальное. Вот наше социальное. Туда. В соцзащиту. В соцзащиту, да-да-да. Именно в Министерство. То есть все-все вопросы. Это все их компетенции. Не здравоохранение. Это вот, Инна Павловна, громко звучит. А вот конкретно куда? Министерство. И пойдешь, наверное, куда? Ну, я считаю, что там прийти, и я думаю, это, наверное, департамент, который выглавляет Оксана Олеговна Низовцева. Это, если я не ошибаюсь. Но в принципе, да, надо обращаться в Министерство. Все вопросы только туда. Не в здравоохранение, а в соцзащиту. Да, вот. И все равно человек получается один на один вот с такими проблемами. Ну, вы понимаете, в чем дело. Ну, ребенок, как я поняла, взрослый, в любом случае вам надо подойти в управление соцзащиты, вам подскажут, куда идти, и в организацию, в каком районе вы проживаете. То есть я работаю в основном не с людьми. То есть не... С общественными. Я работаю, да. Я работаю с организациями. То есть если вам где-то откажут, без проблем, пишите письмо, и мы обязательно этот вопрос зададим. Ну, все-таки вот если подойти к вам... Да, меня поймать очень сложно. Сложно все-таки, да? Да, да. Вы понимаете, если честно, что такое общественная организация? Это организация, которая живет на самоокупаемости. Для того, чтобы я могла что-то делать, я ведь не могу рассчитывать только на программу. Я должна как волка ноги кормить. То есть я должна найти и спонсоров, я должна найти помощь, я должна найти решение где-то... Меня сложно просто поймать. Понятно. Ну вот мы начали программу с подведения итогов прошлого года. И все-таки вот поконкретнее хотелось бы о планах на будущее. Вот уже что есть? Какие такие наметки, что вы будете реализовывать? Потому что есть годы, когда вы говорили, вот у нас там открылся, там, в Театре Самарской площади доступен туда-то, набережная доступна теперь то-то. Вот теперь по завершении этого года что будет еще? И по завершению этого года, ну, во-первых, мы планируем однозначно принимать участие во всех грантах. То есть это четко. Все наши спортивные мероприятия завтра мы заслушиваем представителей нашей структуры по департаменту спорта и... Ну, не помню, как он точно называется, но именно самое главное – спорта. Вот. То есть, и, вы знаете, с гордостью могу сказать, что по обращению нашей вот общественности, у нас на территории нашего Олимпа, это спортивный комплекс наш муниципальный, будет построен в этом году. Да. Бассейн. Ух ты. Доступный, которым мы сможем уже проводить нашу Паралимпийскую спорта. Ну, это реальная инфляция. Да, ну, по крайней мере, мне было сказано, что реально. Потому что как-то страшно, да, вот обещать, потому что... Ну, мы сделаем все для того, чтобы это шло под нашим кураторством, и мы обязательно будем контролировать, чтобы наши департаменты честно отработали это указание руководства. Вот. Это такие вот глобальные решения. Плюс, значит, традиционный, это фестиваль творчества детей-инвалидов, фестиваль творчества взрослых-инвалидов, книга, посвященная 70-летию победы, и, ну, ежедневная работа, помощь, где можем, поможем. Не всегда, правда, получается. Ну, что ж, я желаю вам, чтобы у вас получалось, и чтобы вам как можно больше помогало людей, откликалось на такие проблемы, и хочется еще раз подчеркнуть в конце, потому что инвалидом может стать каждый, и не нужно отворачиваться от того, что... Не дай Бог, конечно. Все мы ходим под Богом, да. И даже самым-самым богатым людям можно сказать, ребята, делитесь, и вам будет легче жить. Да, ну, спасибо. Вот такой тоже философской нотке мы закончим нашу беседу сегодня. Спасибо огромное за то, что нам пришли, рассказали о своей работе. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!